Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами заключительное занятие в рамках гранта президента Российской Федерации реликвии истории Мордовского края от артефактов к исторической реконструкции. И сегодня, совсем коротко, мы с вами поговорим о кладе времен Степана Разина. Итак, в 2013 году в городе Саранске, в нижней его части, на территории исторической застройки, которая была плотно заселена, начиная с 1660-х годов, а именно это побережье речки Саранки, между улицами Старопосадской и Грузинской, там, где граничили Стрелецкие переведенные и посадские слободы, при рытье котлована под строительство дома был обнаружен клад. Итак, на глубине метра был найден вот такой глиняный сосуд. Этот сосуд называется кубышка. В кубышке находилось 500 копеек. Вот такие копейки вы можете видеть. Все копейки времен Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Итак, вот подобная датировка копеек, а также сопутствующие предметы, которые вы также можете видеть, помогли установить точную датировку этого клада. Во-первых, были найдены две глиняные, керамические, так называемые муравленные, то есть политые зеленые глазурью, свистульки, которые изображала птичку и, видимо, коня. У обеих свистулек отколоты головы, но, тем не менее, свистульки в рабочем состоянии. Также были найдены три курительных керамических трубки московской работы на турецкое дело. Одну вы видите сейчас на столе, а другая находится в постоянной экспозиции нашего музея. Также был найден перстень-печатка с изображением птички, с изображением птички в восьмиугольном щитке. Вот подобная датировка копеек и другие артефакты помогли сделать такое предположение, что данный клад был зарыт при приближении к городу войск Степана Разина. Степан Разин подошел к Саранску, вернее, его сподвижники, его войска, не сам он лично, конечно же, 19 сентября 1670 года. Видимо, тогда кто-то из приказных людей Саранска, потому что мы знаем, что в нижней части города жили также и подьячи, спрятали вот этот клад. Очевидно, что хозяин, тот, кто спрятал клад, погиб, поскольку клад остался в земле, иначе бы хозяин, конечно же, вернулся и забрал бы свое достояние. Почему было выдвинуто предположение, что это мог быть один из подьячих? К 1670-80 годам в городе насчитывалось до 60 дворов подьячих. Это были достаточно состоятельные люди, это были чиновники, которые занимались переписыванием бумаги. Вот об этом нам говорит перстень печаток, который мог использоваться для запечатывания, то есть как личная печать, поскольку понятно, что государственных печатей не было, до них не могли использовать. Также, например, в Российском государственном архиве древних актов в Москве хранится вот такой документ. Его автор Саранский подьячий Василий Заметнин. И вот он так пишет о похожем событии челобитную. «Царю-государю-великому князю Алексею Михайловичу, всея великий малой белой России самодержу, бьет челом холоп твой, приказной избы подьячий Васька Заметнин. В прошлом, государь-годех, купил я холоп твой, литовского полону малого, ласку Иванова, да дву девок, Христюшку Яковлеву дочь, а в окрещении ей имя после купчей дано, авдоптица Филиппьева, да а графенку Григорьеву. И в прошлом, государь, во 175, то есть в 1667 году, по моему холопу твоего челобитю, те купчие в Саранске в приказной записную книгу записаны. И в прошлом, государь, во 179, то есть в 1670 году, в воровской бунт, то есть во время восстания под предводительством Степана Разина, воры, именьишка, и дворишка мой разорили без остатку, и животишка, животы, это то есть именья, и купчие, и всякие крепости пограбили и пожгли, и того малого ласку с животами моими с собой взяли, и ныне государь, тот малой, объявился в Саратове, а взять мне холопу твоему без крепостей не почем. Милосердный государь, царь Алексей, и великий князь Алексей Михайлович, всея великий и малый белый России самодержится, пожалуй меня, холопа своего, великий государь тех записных книг дать мне выпись, почем мне теми купленными людьми вперед владеть. Царь, государь, смилуйся, пожалуй. Наоборот, резолюция. Октября в 17-й день дать книг выпись. Можно сделать предположение, что один из собратьев Василия и Заметнина мог быть владельцем вот этой разоренной усадьбы. Как сказано, что восставшие разоряли менее богатых людей, приказных людей, поэтому приказные люди бежали, те, кто не сумел скрыться, были убиты восставшими. Вот такой клад в 500 серебряных копеек был достаточно большим, внушительным кладом для своего времени, потому что на копейку в середине второй половины 17-го века можно было купить на серебряную копейку, например, большую живую курицу или целый пуд огурцов, как писали иностранцы. Также можно было и другие товары купить. Копейка серебряная не была конечной монетой, это была достаточно, как мы видим, крупной монеты. Одна копейка делилась на две деньги, а каждая деньга еще делилась на две полушки, то есть одна копейка равнялась двум деньгам или четырем полушкам. То есть были еще и монеты меньше. Рубль, как таковой, был счетной единицей. Рублей практически в России не чеканилось. Царь Алексей Михайлович в середине 17-го столетия пробовал недолгое время чеканить свои рублевики, но, однако, перестал это делать. И в 1654 году пробовали перечеканить крупные западноевропейские монеты, затем в 1655 году стали делать начеканку крупных серебряных монет. Но и эта денежная реформа, она тоже длилась недолго. Вот обычно в середине 17-го столетия, когда иностранные купцы привозили крупные серебряные монеты, таллеры или ехимсталлеры, по-другому они назывались, но в России их звали ефимки, то есть ехимсталлер ефимок, то их закупала русская казна по 50 копеек, а из такого таллера можно было начеканить 64 таких копейки. А 100 копеек, то есть рубль, весили 46-47 копеек, при том, что полновесный рейхсталлер весил почти 29 копеек. Вот такое соотношение, то есть вот этот ефимок с признаком, здесь положено для того, чтобы можно было увидеть, что вот общий вес копеек из этого клада мог составить 8 вот таких крупных полновесных таллеров, а 8 таких таллеров это могла быть годовая зарплата практически стрелецкого пятидесятника. То есть мы видим, что эта сумма достаточно крупная. Интересно то, что в земле рядом вот с этой кубышкой нашлась курительная трубка. То есть мы видим, что, видимо, владелец этой усадьбы, владелец этого дома в 17 веке был человеком непростым. И очевидно, он участвовал в заграничных походах русской армии, скорее всего, в русско-польской войне за Украину на 1554-го, на 1667-го годов. Потому что мы знаем, что очень многие наши жители Саранска были участниками. То есть и стрельцы, и дворяне, и казаки, и приказные люди. И очевидно, оттуда, от украинских казаков, от малоросов, хозяин дома привез и такое новшество, как курение. И также очевидно, что в усадьбе, в этом доме были маленькие дети, поскольку мы видим здесь же свистульки, у которых свистульки были испорчены. То есть они, видимо, одновременно данному кладу, поскольку находились рядом, но могли быть выброшены самими детьми, потому что они были испорчены. И рядом же находился вот данный перстень-печаток, который и позволил сделать предположение о том, что этот клад мог принадлежать одному из приказных людей, который жил в Саранске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!